Субтитры создавал DimaTorzok О нашем предприятии. У нас сейчас более 200 человек в компании. Оборот в этом году ожидаем в районе миллиарда рублей. Налогов в прошлом году заплатили 82 миллиона рублей. Создали предприятие 17 лет назад. Никогда не ставили как сама цель прибыль предприятия. Это просто как побочный эффект рассматривался. Цель была такой эксперимент небольшой. Мне всегда было интересно сыграть против правил экономики немножко. И делать не как все ради прибыли. А делать проект ради удовлетворения своего интереса. Это с точки зрения растеневодства, например, земледелия, органической химии. И, собственно, я считаю, что неплохо получилось. Сейчас у нас есть специалисты с высшим химическим образованием. Физик ядерщик, как вы видели на презентации, наш старший технолог. Она, кстати, там интересно сказала, что она, когда говорила про растения, которые мы акклиматизируем, что это вот про будущее. Но так как видео записывалось несколько лет назад, это будущее наступило. И у нас там сейчас уже есть гектар и кактуса, и порядка 8 тысяч растений алоэ вера, акклиматизированных полностью под наши субтропики. Это вот достаточно сложный климат. На самом деле субтропический, потому что вроде осень и весна вместе с летом они такие комфортные. А зима, ну она, как в субтропиках, и должна быть холодной, с резким перепадом температуры. Но, тем не менее, это удалось сделать. Вот. Так, что. Ну, просто, вот, то, что удалось создать, то есть, вот, когда твоя жена так эмоционально более говорит, Кристина, да, что вот, когда мы пришли на это поле, я вообще, ну, просто Диме верила, то, что продраться было невозможно, это было болото, лючки, генерники и так далее. Сейчас там стоит стеклянный офис, терраса. Ну, сейчас там работает успешное предприятие, которое на 80% работает на солнечной энергии, это, ну, солнечная энергия. Я к земному шару, к нашей планете отношусь как к такому большому пауэрбэнку. Все правильно, там есть топливо, которое, ну, как бы за миллионы лет там сформировалось, но оно когда-то закончится, да, и мы действительно его должны к нему относиться разумно. И мне всегда было интересно, когда я смотрел кейсы зарубежных предприятий, они говорили, мы вот к 35-му году перейдем на 100% или на 80% использования солнечной энергии, а мне было интересно, ну, подождите, это же просто ограничение бюджета. Ну, почему, если вы имеете, там, миллиарды оборотов, доллара, ну, оборот, да, почему вы не можете сейчас это сделать? И, ну, когда я изучил этот вопрос, я понял, что это очень легко, нужны просто деньги. Мы деньги с оборота направили на развитие нашей автономной солнечной электростанции. И сейчас мы, ну, в мире, именно среди косметических производителей, самый большой производитель, ну, и потребитель, соответственно, солнечной энергии. Почему 80%? Потому что мы автономные, к нам не подходят никакие сети, если бы они подходили, и мы могли поставлять городу, ну, а у нас Краснодарский край законодательно позволяет сбывать, ну, бесплатно сбывать солнечную энергию в сеть городскую, то мы бы, ну, перешли уже на более чем 100% использование солнечной энергии, потому что был бы переизбыток за счет просто большой площади и грамотного расположения панелей по частям света. А мы в земледелии используем регенеративный способ. Это способ, который позволяет увеличить плодородие почвы, и, ну, там, условно, через 60 лет, там, ну, через какое-то время, когда мы уйдем с этой земли, она станет еще более плодородной, чем была до нас. Это, ну, тоже такой трудоемкий процесс, но который при этом позволяет и получать больше урожая, ну, за счет того, что просто рационально используешь землю, там, в междуряде, сажаешь седираты, которые используешь также в производство, и, ну, в целом, такой удалось создать агроциноз очень устойчивый, который эффективно работает, приносит прибыль, и в целом, ну, ничего сложного в этом нету. Ну, я, ну, как бы, не знаю, о чем еще рассказать. Вот, ну, в общем, предприятие работает по всем законам ЕСЖ, и оно прибыльное, успешное, не знаю, я горжусь им. Давайте, конечно. Вот такой критерий красота. В разговорах, в бытовках, сколько занимает это слово времени, и в реальных действиях, какая часть ваших действий подчиняется этому простому слову? Ну, если мы под красотой подразумеваем жизненный баланс, и, ну, жить, ну, все время, наверное, жизни посвящается этому делу. Ну, кроме сна. Он врет, товарищи. Не, ну, почему? Не, я вот... Ну, когда красота – это работа, вот ты все время работаешь, создаешь растения, акклиматизируешь, записываешь, какие-то работы ведешь. Просто, когда тебе это нравится, ну, как бы, это и есть красота, наверное. Нет, вот я когда был, я действительно могу сказать, что ощущение было, оно было вот очень необычное, потому что действительно не было, вот, во-первых, ощущение, что ты сидишь, и тут куча какой-то канцелярской, ну, вот, канцелярских работников, которые непонятно что делают, да, с одной стороны. То есть все, как бы, ну, работают, и вот это здание, оно стоит на земле, ты вышел, и ты сразу вообще не на асфальте, на земле стоишь, не из офисного центра вышел, да, и вот тут же кактусы действительно, тут же бегают какие-то зайцы там, не знаю, и все это. Вот, а с другой стороны, ну, все пьют кофе на террасе, и нет кабинета директора, который бы имел там панорамное остекление, да, и ел бы там в какой-то отдельной столовой или еще что-то. А просто все сотрудники, вот, в этом кубе, вот, живут какой-то прекрасной жизнью совершенно, какие-то ученые, какие-то садовники. Ты просто давно у нас не был, я сделал себе кабинет из сарая и гаража мотоцикла. Ну, в сарае. И просто ушел туда, ну, потому что у меня... Ну, то есть он выехал из здания, насколько я понимаю. Я выехал из здания, буквально, в мото-город. Построился... А, ну-то, гора. И там просто занимались растениями, чтобы меня никто не отвлекал. Ну, ты как колдун есть. Вот, спасибо большое, Дим. Спасибо. Спасибо.